В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я, Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Вопросов легких, простых на горячей линии от Брещан не поступает. Каждый для обратившегося человека глобальный. Задача представителей вертикали власти – решить их. Председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис и мэр города Бреста Александр Рогачук провели прямую телефонную линию с жителями региона. Олимп для тружеников в Ленинской администрации города Бреста подвели итоги социально-экономического развития предприятий в 2016 году. Лучшие из лучших поднялись на вершину Ленинского Олимпа. О новых технологиях, инновационной продукции в строительстве, а также о возможностях взаимовыгодного сотрудничества. Конъюнкторное совещание в Брестском научно-технологическом парке. Нас время не берет и нас года не старят. Брестская городская ветеранская организация отметила 30-летний юбилей. Ветераны – гаранты мира, стабильности, люди, отдавшие силы и знания служению Отечеству. Об этом и не только прямо сейчас. Сегодня, 18 марта, прямые телефонные линии по всей стране провели председатели областных и городских исполнительных комитетов, а также главы администрации районов. На вопросы, волнующие жителей Брестской области, ответил губернатор края Анатолий Лис. Прямые телефонные линии – уверенно закрепившаяся практика общения с людьми онлайн. Каждую субботу на связь с жителями области и города выходят руководители местной вертикали власти. Сегодня председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис принял 31 звонок. Ответы были даны по более чем четырем десяткам вопросов – развитие строительной отрасли, землепользования и благоустройства, в частности, развитие инфраструктуры с учетом внедрения и установки велодорожек. В своем большинстве вопросы носили частный характер и затрагивали интересы отдельных социальных групп. К примеру, обращение молодых инвалидов. При наших организациях созданы мастерские для ребят-инвалидов с умственными ограничениями. И на сегодняшний день у нас проблема в связи с тем, что около 30% наших изделий продавались через розничную сеть ЦУМа. У нас ЦУМ сейчас закрылся и у нас проблема с реализацией нашей продукции. Мы теряем покупателей, ну и, естественно, наши ребята, как говорится, какой-то заработок теряют. Помочь вам через отдел торговли города, оказать вам помощь, чтобы ваши товары продавались в магазинах, в каких-то отделах. Вот это мы поможем, поэтому давайте подготовьте обращение, чтобы мы понимали, какие это товары, что там они, в каких могут быть отделах они реализовываются. И мы предложим, значит, и частной торговли, и, допустим, может, нашей государственной, где это возможно, потреб к операции. Поступающие вопросы рассматривались по деловому оперативно и в Брестской мэрии. На связи с Брещанами председатель горисполкома Александр Рогачук. Главное в такой форме работы, как можно больше людей услышать, дать им возможность высказать наболевшие. О чем говорят итоги прямой телефонной линии. Прежде всего о том, что желание некоторых, о том, что якобы социальный градус напряжения в городе повышается, абсолютно не соответствует действительности. Все звонки абсолютно спокойные, все звонки абсолютно жизненные. И все звонки, наверное, к счастью для меня, как руководителя города, носят локальный характер. Никаких системных городских проблем не обозначено. Удивительно, что мало звонков по состоянию дорог. В этом году, конечно, с учетом климатических особенностей, мы вышли весной не в самом лучшем состоянии по дорожному покрытию. Вот только сейчас запускаются асфальтовые заводы, поэтому приоритет будет отдан сплошному асфальтированию. Я уже об этом неоднократно говорил. А так, характер звонков абсолютно для меня понятный. Жилищные вопросы, устройство детей, правнуков, детские сады, тротуар, конфликт с соседом по земельным вопросам, конфликт с соседом по поводу использования электроэнергии, конфликт с брата с сестрой, которые получили наследство и не могут определиться, кому ремонтировать дом как совместное имущество. То есть это абсолютно жизненные вопросы, которые для меня не новые, но в каждом случае, конечно, будем решать. Мы будем защищать всех людей, мы будем помогать всем людям. Это главный итог моей прямой линии. Помочь людям в этом и есть суть прямых линий. А потому некоторые моменты Александр Рогачук разъяснял сразу, а это 24 обращения. Некоторые заявления были переданы на рассмотрение главам администраций, но все поступившие вопросы будут детально проанализированы. По каждому примут решение. На взгляд председателя Брестского горисполкома такой формат работы полезен. В своем интервью Александр Рогачук отметил, что были звонки другого рода, не требующие помощи. Был звонок нашего общественного деятеля, который участвовал в этих акциях, и предложение его по обустройству города свелось к тому, чтобы определить 10 площадок для митингов, поставить там звукоусилюющую аппаратуру, и этим мы существенно улучшим состояние нашего города. Наверное, оно достаточно спорное. Удивляет то, что на мое конкретное предложение этому довольно активному человеку пойти работать в коммунальное хозяйство инженером по работе с населением. Более того, я предложил ему возглавить ЖЭС. Пусть у него нет высшего образования, но мы в порядке эксперимента предложили ему давать возглавь в ЖЭС. И ты будешь первый народный начальник ЖЭСа, который покажешь образец работы с населением. Он сказал, что это его не интересует. Его самая интересная функция – это критиковать действия местной власти. Наверное, тоже имеет право на такую точку зрения, но удивительно, почему он отказывается от конкретного предложения по трудоустройству в том направлении, которое является его коньком в критике местных органов власти. Практика проведения прямых телефонных линий с руководителями области на Брещене довольно давняя. Уже более 10 лет каждый человек, у которого накопились проблемы, нерешенные по месту жительства, может обратиться к представителю городской вертикали и по мере возможности решить вопрос. С января 2015 года каждая суббота для чиновников стала субботой онлайн общения с жителями города. Кажется, за столь длительное время можно было бы решить все вопросы, но все-таки наболевшее, проблемное, личное еще осталось. И на взгляд горожан только мэр Бреста может решить нерешенное, а для руководителей – прямые линии руководства к действию. Напомним о главном событии – неделе ушедшей. 15 марта белорусский народ отметил важный праздник – 23-летие со дня принятия основного закона Беларуси – Конституции. К этому дню в нашей стране приурочены различные мероприятия и акции, в рамках которых сотни молодых людей впервые получают самый значимый документ – паспорт гражданина Республики Беларусь. Мы, граждане Республики Беларусь, 15 берестейских школьников с гордостью произнесли своеобразную клятву, получив первый взрослый документ на торжественном мероприятии, которое впервые прошло в Музее истории города Бреста. О празднике молодости и молодых расскажет Лариса Осмолович. В первый раз за первым паспортом. Для 14-летнего Влада получение главного в его жизни документа – день особенный уже хотя бы потому, что на руки его вручат не традиционно в паспортном столе, а в обстановке торжественной в Музее истории города Бреста. Такая честь юноши выпала за отличные результаты в учебе и активную общественную деятельность. А еще в этот день, 15 марта, у Влада день рождения. Так что отмечать сегодня молодой человек будет двойной праздник. Вот ты идешь на такое мероприятие, наверное, есть волнение в этот день. Очень волнуюсь. Страшно, не знаю, что там будет. Ну, наверное, страх нужно подавить, Влад, потому что у тебя же сегодня еще праздник. Да, мое день рождения. Мне исполняется 14 лет. Так хорошо. Мой день рождения вручает паспорт. Мэр. Здорово. Уже в зале, пока его сверстникам вручали паспорта, Влад старается не показывать волнение. Позже молодой человек признается. Справиться с волнением удалось не без труда, ведь главный документ в своей жизни он получил из рук мэра города Бреста. Александра Рогачука, который не просто паспорт вручил, а поинтересовался, в какой семье живет юноша, как с учебой справляется, какую профессию выберет в будущем. Впрочем, своеобразный экспресс-экзамен прошли все участники торжественной церемонии. Александр Степанович, а помните ли вы свои 16 лет, когда вам вручали паспорт? Конечно, помню. Это событие, которое всегда запоминается, потому что тогда были немножко другие возрастные категории получения паспорта, но это одно из событий, которые человек помнит в течение жизни. Я очень рад, что у этих молодых ребят сегодня такое событие, которое совпало с государственным праздником. И уверен, что вот эти ребята продолжат все то, что наработали мы, предыдущее поколение. И я не перестаю удивляться нашей молодежи, нашим молодым брещанам, удивляться их целеустремленности, их глубокой мотивации к будущему освоению профессии. И это залог того, что город будет развиваться, расти, потому что новые поколения лучше предыдущих. Обычно, знаете, как всегда, действующее поколение активно всегда считает, что уже молодежь не та. Вот как раз-то молодежь Бреста, она все эти правила опровергает. Ребята очень хорошие, очень мотивированные, очень грамотные. Они на самом деле лидеры. Лидеры. И я очень рад, что у нас такие. Рядом с вами стоит именинник. Сегодня у него день рождения, сегодня он получил паспорт. Что пожелает мэр имениннику? Я очень рад, что он в свои 14 лет сегодня уже знает те предметы, которые надо изучать более глубоко, с учетом будущей профессии, которую он мне назвал. Он знает, кем он хочет быть. И это не суть даже важно, что надо обязательно быть в этом направлении. Главное, стремиться к цели. Вот у этого молодого человека уже есть цель конкретная. Ему некогда будет сейчас бесцельно слоняться по городу, некогда будет заниматься какой-то глупостью. Он понимает, что в этой жизни чего-то добиться, надо много-много что делать? Учиться. И работать. Молодец. Понимаете, он просто умница. Я уверен, что все у него получится. Что через 10 лет это будет активный молодой брещанин с высшим образованием, устремленный на какие-то карьерные цели, на какое-то достижение, в том числе во благо нашего дорогого города. Что пообещаешь? Учиться, учиться и учиться. Вместе с Владом за первыми в жизни взрослыми документами пришли еще 14 ребят. Все они лучшие из лучших. Активисты, отличники, участники научных конференций, фестивалей и арт-проектов. Елизавета – одна из подающих надежды творческих персон гимназии. Мечтает в будущем стать актрисой. Планы амбициозные, а потому девушка старается совместить и учебу, и репетиции, самостоятельное занятие. О роли конституции в жизни государства Лиза знает не меньше старшеклассников. День конституции – это самый важный государственный день. Этот день важен и для каждого человека, потому что в этот день, в 14 лет, когда тебе исполняется 14 лет, ты получаешь свой паспорт, и ты становишься гражданином Республики Беларусь. А что дает это право быть гражданином Республики Беларусь? Вот как ты это понимаешь? Что это за документ? Какие права ты имеешь сегодня уже? Это очень почетно – быть гражданином Республики Беларусь, потому что у нас прекрасная страна. Также паспорт он устанавливает твою личность, он показывает то, что ты гражданин Беларуси. Акция «Мы граждане Беларуси» традиционно проходит в день главного праздника страны. За это время из рук руководителей городов, глав администрации, депутатов, парламентариев, военнослужащих и ветеранов свои первые паспорта получат сотни юных жителей Беларуси, десятки молодых людей, гордо называющих себя брещанами. Хочется, чтобы наша молодежь запомнила этот день. Ведь день Конституции нашей страны – это один из самых главных государственных праздников. Тем более, что наша Конституция имеет богатую историю. Первый, второй, третий статуты Великого Княжества Литовского, которые взяты за основу Конституции ряда западных государств, говорят о многом, о том, что наши предки, наши братья-беларусы, которые жили в средние века, они уже тогда думали о том, какой основной закон будет регулировать их правоотношения жизни в обществе. И сегодня Конституция 1994 года является тем основным гарантом наших прав и свобод гражданина Республики Беларусь. Получение паспорта – значимое событие в жизни каждого молодого человека. Это своеобразный отсчет начала взрослости и самостоятельности. Обретая один из главных официальных документов, юноши и девушки становятся полноправными гражданами своей страны, которые должны осознавать ответственность принимаемых ими решений, уважать законы, следовать нравственным и этическим нормам общества. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БукТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Лучшие предприятия по показателям социально-экономического развития в 2016 году назвали накануне в Ленинском районе. В очередной раз испытательную черту подвел традиционный конкурс «Ленинский Олимп». Ежегодно в марте руководители и специалисты ведущих заводов, фабрик и комбинатов собираются вместе, чтобы подвести итоги года минувшего, а также определить цели и задачи на ближайшие несколько лет. Анастасия Наздрин-Плотницкая о том, как формируются слагаемые успеха, что нужно для того, чтобы завоевать авторитет на международном рынке и что такое работать с душой. Ленинский район – самостоятельная территориальная единица Бреста. Большой промышленный потенциал, экономическая привлекательность, социальное, культурное и туристическое разнообразие – все это можно найти здесь. За годы своего существования, а это почти четыре десятилетия, он увеличивался по численности населения и площади, менял имидж, подчеркивая его новыми зданиями и сооружениями. Ленинский район – район с большой историей и традициями. Наверное, поэтому здесь существует большое количество интересных мероприятий. Конкурс «Ленинский Олимп» за долгие годы существования стал серьезным показателем успешности в районе. Во многом это признают и участники промышленного состязания и организаторы. Стать победителем здесь сложнее, чем на подобных областных и республиканских отборочных этапах. Мы стараемся, чтобы это было объективно. Вообще бытует мнение у некоторых представителей наших предприятий, что победить в Ленинском районе сложнее, чем в области республики. Так оно получалось. Вот сегодня, кстати, газопарад, один из победителей, они победили сегодня, в этом году. Они очень давно не были победителями, иногда даже обижались, потому что мы стараемся, чтобы это было объективно, чтобы здесь были экономические составляющие, там и заработная плата, эффективность производства, ну и социальные какие-то вопросы тоже. Традиционно лидеров организаторы выбирают по двум категориям. На представление к наградам выдвигаются и организации, и лучшие сотрудники. В этом году в первой строчке предприятие с большим опытом и хорошими экономическими традициями «Брестгазоаппарат». Можно даже гордиться тем, что в отличие от многих предприятий республики, мы размеры экспорта за 2016 год выполнили на 108% к предыдущему году. Мы этим гордимся и считаем это достойным результатом. Каждый год на сцену выходят самые достойные представители производственного сообщества района. Те, кто исправно трудился весь год, наращивая экспорт товаров и услуг. Те, кто предлагал и внедрял новые формы и методы работы. Те, кто верил в свои силы и не прогадал с выбранным курсом. Модернизация и постоянная работа над собой – вот слагаемое успешного развития и высоких результатов. Мы являемся лидером в области продаж и в качестве. Поэтому мы стараемся подходить каждому покупателю. Средний уровень сегмента и более высокий. То есть, чтобы любой покупатель, придя в магазин, нашу продукцию мог себе позволить купить. Как более дорогую, так более дешевую. Мы работали раньше как-то по-простому, потом пришла компьютерная техника, пришлось осваивать компьютер. Также у меня еще не тогда небо высшего образования. Получать высшее образование, потому что, ну, как говорится, начальником отдела было техническое, а потом уже в течение этого 10 лет я закончил, получил высшее образование. Останавливаться на достигнутом победители не собираются, считая, что награда – это хороший стимул для новых достижений. Большим подарком для лучших из лучших стал праздничный концерт с участием ведущих артистов района и города. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, специально для итоговой программы. О новых технологиях, инновационной продукции в строительстве, а также о возможностях взаимовыгодного сотрудничества на этой неделе шел предметный разговор в областном центре Брещины. Конструктивный диалог состоялся в рамках расширенного совещания между представителями торговой и строительной отрасли экономики региона. Побывала на мероприятии съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Стропко. Представители предприятий и производителей строительных материалов и комплектующих, а также торговых сетей и строительных организаций собрались сегодня на базе научно-технологического парка. В рамках расширенного совещания они имели возможность наладить конструктивный и взаимовыгодный диалог, обсудить имеющиеся вопросы и проблемы, обменяться опытом, просто познакомиться и ознакомиться с возможностями друг друга. Цель данного мероприятия – обсудить проблемные вопросы взаимодействия. Хотелось бы, чтобы наши производители Брестской области, Белоруссии имели приоритетную возможность продавать и продвигать свою продукцию через наши торговые сети. Свою продукцию на выставке, которая являлась частью большого мероприятия, представили порядка 40 предприятий. Есть среди них и старожилы, и новички. Однако цель у всех одна – продвижение своего товара. Последнее, к слову, производители все время стремятся обновить, сделать более конкурентоспособным, подстроиться под вкусы и предпочтения потребителей. Наше предприятие выпускает щетино-щеточные изделия, электроустановочные изделия, освоили выпуск часов настенных, пробки для бутылей 19-литровые, пробочка пушпул – это мы закрываем бытовую химию. Мы не стоим на месте, мы проводим анкетирование вообще по нашим покупателям и стараемся прислушиваться к их пожеланиям и своими возможностями стараемся это реализовать. Производством кирпича мы занимаемся где-то уже в районе 8 лет. И это такая продукция, которая достаточно востребована на рынке Белоруссии, хотя она относится к более к элитному такому сегменту, можно так сказать, премию. Но по цене она, в общем-то, сопоставима, ну, человек может себе позволить облицевать свой дом нашей продукцией. Выпускаем мы кирпич облицовочный и плитку облицовочную. Цепочка движения продукта от сырьевой базы к потребителю имеет немало звеньев. Одно из важнейших – торговые объекты. С особым интересом ассортимент выставки изучали их представители. В настоящее время реализацией строительных материалов и комплектующих на Брещене занимаются более трех сотен субъектов хозяйствования. Эта цифра включает малый, средний и крупный бизнес. Приоритет белорусского производителя обязательно. И, допустим, те, что производители белорусские, даже Брестские, допустим, Брестской области, они активно в нашем магазине предоставлены. И мало что, там, ну, не знаю, система такая, что каждый представитель этой фирмы еще сидит. И просто наш работник, а Метчердайзер, ну, какой-то человек, который их представитель и продвижает их торговую марку прямо в магазине именно их, как бы, да. Их достаточно много. Эти организации, мы в основном, мы с ними пока не работаем. Сейчас мы будем рассматривать, соответственно, возможности эти, почему и так далее. С каждым поговорим. То есть это можно рассматривать. Возможно, они здесь по этой причине и пришли, что, как бы, еще и в сетях именно слабо представлены. Производителям Брещены есть, что предложить потребителю, как белорусскому, так и зарубежному, пусть и косвенным, но очень важным показателем качества выпускаемой продукции является ее востребованность на внешнем рынке. Строительные материалы и комплектующие с пометкой «Сделано в Брестской области» уезжают на экспорт в десятки стран мира. Практически все сегодня представленные производители здесь реализуют свою продукцию на экспорт. Это уже говорит о качестве и востребованности не только нашим покупателям. Это первое, второе, большинство из них используют самые передовые технологии производства. Поэтому сегодня эта продукция, она достаточно качественная для того, чтобы сказать, что она является одной из лучших, которая производится у нас и у наших соседей. По словам заместителя председателя Брестского обл. исполкома Андрея Клеца, такие совещания выставки хорошо зарекомендовали себя и обязательно будут иметь продолжение. В настоящее время практика предусматривает их проведение не менее двух раз в год. Однако при необходимости может быть и увеличена частота встреч и расширен список участников. Наверное, мы будем повторять уже ближе в сам строительный сезон такую выставку. Если этот принесет определенный успех, то будем повторять эту выставку уже и летом. И, скорее всего, обязательно проведем ее в осенний период времени, вне зависимости, что входим в не сезон. Но есть наработки и предложения предприятия по изготовлению новой продукции для нашего потребителя. Следующий материал выпуска посвящен людям, которых называют гарантом мира, стабильности, человеческой мудрости, жизненного опыта и колоссального авторитета. Людям, которые в течение долгих лет отдавали силы и знания служению Отечеству. Многое из того, чем сегодня располагает государство, завоевано в жестокой борьбе и создано самоотверженным трудом представителей старшего поколения. Речь идет о ветеранах и их движении, история деятельности которого началась в феврале 1987-го. Праздничные концерты и тематические встречи, приуроченные к 30-летию ветеранских организаций, на протяжении месяца проходят во всех уголках Беларуси. Юбилей Брестской городской ветеранской организации, объединившей в своих рядах единомышленников и продолжателей славных традиций, торжественно отметили накануне в областном центре. Тот, кто привык постоянно трудиться, а не жаловаться на жизнь. Тот, кто предпочитает активный и многогранный образ жизни и скучному течению повседневных делок. Тот, кто готов бескорыстно передавать накопленный багаж знаний и жизненный опыт молодым. Ветеран. Какое лаконичное слово, но как много смысла заложено в нем. Мы всегда произносим его гордо и с огромной благодарностью. Эти люди жили для Беларуси и продолжают жить ею. Они ковали победу в годы войны, восстанавливали разрушенное народное хозяйство. Эти люди строили суверенную Беларусь. Их советы востребованы. Их вклад в развитие страны неоценим. Несмотря на то, что за плечами наших ветеранов тяжелейший период истории – это Великая Отечественная война. И присутствующие сегодня на торжественном мероприятии ветераны, им будут особые слова благодарности за победу, за труд в мирное время и за то, что они общественно активны и сейчас в строю. Внимание особое – ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и труженикам тыла, которых, к большому сожалению, становится все меньше. Сегодня в городе над Бугом проживают около 400 ветеранов Великой Отечественной войны, 260 из которых – участники боевых действий. Несмотря на солидный возраст, полный энтузиазма, все они и сегодня ведут активный образ жизни. Это люди особой закалки, особого духа, особой яростной жажды жизни. Ветеранские организации военные наши занимаются работой с молодежью. Больше всего с учащимися высших учебных заведений, школ, интернатов. И участвуем в общественных мероприятиях, проводимых городом и областью, включая и пост нашей великой героической Брестской крепости. Деятельность проводников Великих Побед многогранна. Ветераны занимают активную гражданскую позицию во время проведения выборных кампаний, участвуют в разного рода акциях, которые проводятся в городе, встречаются с молодежью, прививая им любовь к родине и обучая нравственным основам. Все сферы жизнедеятельности Бреста им знакомы, а потому и гостей на праздники много. Представители депутатского корпуса и общественных организаций, активисты БРСМ, члены Беларуси. Надо отметить еще одну очень существенную, значительную роль ветеранского движения. Это тот электорат, который всегда принимал активное участие во всех общественно-политических мероприятиях города Бреста. И в том числе и в избирательных кампаниях. Если у нас в городе где-то 220, может немножко больше тысяч избирателей, то каждый пятый из них – это ветеран. Созданная еще в Советском Союзе ветеранская организация за годы своей деятельности, пережившая непростую экономическую и политическую ситуацию, и сегодня продолжает активно работать, вот уже третье десятилетие внося весомый вклад в развитие государства. Сомневаться в том, что у городской ветеранской организации есть будущее, не приходится. А сейчас о других мероприятиях. Конец марта, а если точнее 20 число первого весеннего месяца, во всем мире пройдет под эгидой Дня здоровья полости рта. Наличие такой даты в календаре – еще один повод задуматься над вопросом сохранения самого ценного ресурса человека. В организме все взаимосвязанное от того, в каком состоянии находятся зубы и десны, зависит и общее его состояние. В преддверии важной даты наш корреспондент Анастасия Стропко узнала у специалистов, какие способы сохранения белозуба и здоровой улыбки наиболее эффективны, и есть ли разница в защите полости рта у взрослых и детей. О белоснежной улыбке мечтает каждый, однако в большинстве своем дальше праздного желания дело не идет. Мы не ходим на профилактические осмотры и очень мало знаем о том, как ухаживать за полостью рта. В стоматологическое кресло большинство брещан по-прежнему садится тогда, когда боль мешает жить. И такой подход, как замкнутый круг, только создает новые благоприятные условия для неблагоприятных процессов. Грозить может тем, что образуется излишний налет, налет в местах недоступных для щетки обычной, и возможно в дальнейшем образование кариеса. Если запустить эту ситуацию, конечно, возможно какие-то дальнейшие осложнения. А между тем, для того, чтобы свои 32 служили верой и правдой как можно дольше, человеку необходимо соблюдать не слишком длинный перечень совсем несложных правил. Для здоровья полости рта мы должны соблюдать несколько основных принципов. Первое, это, конечно же, чистить зубы два раза в день с утра и вечером, с использованием зубной пасты, зубной щетки, ну и дополнительных средств гигиены полости рта. Дальше мы должны питаться не более пяти раз в день, при том мы должны минимизировать потребление сладких продуктов, быстрых углеводов. Ну и третье, конечно же, мы должны посещать врача-стоматолога не менее двух раз в год. Подход к уходу за полостью рта подростков почти не отличается от взрослых профилактики и лечения. А вот для совсем юного возраста у специалистов есть дополнительные рекомендации. Профилактику стоматологических заболеваний у детей надо начинать с мамы. Когда мама задумывается о том, что появляется, должен быть у них ребенок, значит следить за своим здоровьем, чтобы не было никаких заболеваний полости рта у мамы, должна быть санирована, чтобы не было кариозных зубов. Во время беременности тоже регуляцию питания себе сделать. С рождения ребенка, когда появляется ребенок на свет, у ребенка, как правило, присутствует или естественное скармливание, или искусственное. И после кормления, когда появляются первые зубки, зубки надо очищать или с помощью силиконовой щетки, или при помощи ватных тампонов или бинтика таких вот смазывать водой и очищать полость рта. При уже более старшем возрасте, это год и далее, щетка должна быть, опять же, присутствовать у ребенка после два раза в день чистить зубки утром и вечером. Но если ребенок находится еще на вскармливании, искусственном или на естественном, значит, надо очищать зубы после каждого приема пищи. Если подытожить, то картина будет следующей. Здоровье полости рта, как, впрочем, и всего организма, во многом зависит от отношения самого человека. Если следить за зубами самому и научить этому своего ребенка, то и вопросов с одной из самых сильных и неприятных болей зубной возникнуть не должно. А 20 марта, во Всемирный день здоровья полости рта, можно перебороть свой страх и все-таки сходить на профилактический осмотр. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 19 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с западной Европы. Ожидается неустойчивая погода. В Бресте день будет облачным с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди различной интенсивности. Возможен мокрый снег. Ночью и утром слабый гололед на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 1,3 со знаком плюс. Максимальная днем 5 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Начало рабочей недели будет пасмурным, дождливым и холодным. В Бресте 20 марта в течение дня пройдут дожди. Ночью и утром слабый гололед на отдельных участках дорог гололедится. Ветер ночью западный в течение дня сменится на юго-западный умеренный. Не более 3 градусов со знаком плюс прогнозируют синоптики в ночное время. До 7 градусов прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова